Достовится у нас интервью или нет, давайте посмотрим самбаре самых интересных моментов матча. Началось все с выстрела перфекциониста капитана караганинцев Максима Беляева. Конечно же, я думаю, бросить так еще сто раз. 99 навряд ли удастся попасть, повторить этот невероятный по силе и точности бросок. Тюменцы ответили своим большинством. Юрий Селеницкий также достаточно красивую шайбу провел в ворота караганинцев. Сегодня вообще, в принципе, матч был богатым на красивые шайбы, классное иззятие ворот. На этом голевое першество в Тюмени только начиналось. Тигран Манукян забросил свою первую шайбу в рамках чемпионатов высшей хоккейной лиги. На дали деменцы ответили своим первым взятием ворот. Мощный щелчок Владимира Гусева, подставленная клюшка Константина Белова и еще один чудесный гол. Болельщики увидели в этом матче. Цифры на Топло сравнялись. 2-2. Но и на этом команды останавливаться не думали. Снова гостей вывел вперед вот таким вот классным броском защитник Нерриуса Лишаускас. Ну а Исаак Валицкий, в общем-то, как казалось, снял вопросы о победителе матча после вот этого вот отличного прохода и броска над плечом Александра Хомутова. Однако деменцы из игры выходить не собирались. И за 5 минут до конца встречи в нее снова вернулись. Александр Шевченко после телеграммной передачи Дмитрия Михайлова в третий раз реализовал лишнего. Да, но вот нужно все-таки искать плюсы в этих встречах. Представляете, Рубин реализовал за матч три раза большинство. Когда в такой раз последний было? Последний раз такое было. Но все-таки точка матча осталась за хоккеистами гостей.